всем привет приобрел себе вот такой вот стол плиточника от бренда кристалл ну и как всегда распаковка это у нас идут ножки стола и так ширина платформы 10 сантиметров толщина металла 3 миллиметра высота платформы 4 сантиметра на ножках установлены амортизаторы так пробуем разложить механизм простой работает легко и непринужденно ножки установлены на шариковых подшипниках это у нас первый элемент теперь разберем второй элемент но тут в принципе все то же самое и так толщина ножки составляет 3 сантиметра на 3 наконечник ножки установили шариковый подшипник и как вы видите он съемный теперь распакуем профиля на профилях установлены готовые крепежи для крепления с ножками крепится вот такими вот барашками ширина профиля составляет 8 сантиметров высота ребра жесткости 5 сантиметров и ширина 3 с половиной сантиметра теперь приступим к сборке но так собирать не совсем удобно и я пошел другим путем думаю что такой способ сборки будет более актуальным болты в виде барашек легко затягиваются от руки ну что собрали стол и сейчас мы попробуем его поднять стол довольно таки легкий и его вполне можно переносить одному размер его составил ширина 1 метр длина 2 метра далее у нас идет удлинитель стола и вот такие вот соединительные планки и вот так вот он собирается у удлинителя стола те же самые ножки что и у основного стола чтобы соединить профиль удлинителя основному столу мы прикручиваем вот такими вот соединительными планками но это тоже не очень удобный способ и мы пойдем тем же путем что и с основным и 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 Далее у нас идет расширитель для стола, вот таким вот образом собирается. Здесь у нас идет соединительные планки, ширина планки 11,5 сантиметров, толщина металла 3 миллиметра, длина 61 сантиметр. Далее произведем монтаж соединительных планок. Разбираем дополнительные ножки и соединяем с боковой планкой. То же самое делаем со второй ножкой. Далее собираем профиля и закручиваем. Вот такой вот у нас стол получается в готовом виде. За счет того, что у нас на ножках установлены шариковые подшипники, стол становится ровно, практически на любой поверхности. Общая длина стола составила 3 метра, ширина стола 1 метр, расширитель 75 сантиметров. Итого с одной стороны метр, а с другой метр 75 на 3. А теперь распакуем ручной плиткорез для крупного формата. Он идет в такой вот дермантиновой сумке. При транспортировке довольно-таки легкий и очень удобный. Застегивается на такой вот мощной липучке. В комплект входят присоски. Каретка. Вот с такими мощными подшипниками. Алмазный режущий ролик. Вот такой вот интересный механизм. Далее идут щипцы и присоски. Их в комплекте 4 штуки. Далее у нас идет вот такая вот шина. Слегка прорезинена. Ну и по краям установлены резиновые накладки. Это для того, чтобы плитка не царапалась. И ширина шины 14 сантиметров. Высота 2,5 сантиметра. Длина шины 1,65 метра. Ну и в общей сложности плиткорез в сборе будет составлять 3 метра 40 сантиметров. Ну а теперь попробуем собрать все на место. И дальнейшая работа с плиткорезом будет уже на столе. Далее у нас идет вот такой вот разламыватель для крупноформатной плитки. И щипцы для разлома также крупного формата. С этими щипцами можно ломать под 45 и 90 градусов. А также 160. Ну и в комплект входят вот такие вот присоски. Протестируем их тоже. Далее у нас идет плиткорез для крупного формата. Итак, соберем присоски. Здесь шестигранное крепление, что очень надежно и довольно таки удобно. Далее у нас идет режущая каретка на трех подшипников. Вставляем ее в шину и пробуем. Ход довольно таки легкий и без люфта. Все довольно таки плотно. Далее вот такой вот шаблон для точной разметки плитки. Ну и вот такой шестигранник для соединения шины. Все соединяется быстро, плотно и ровно. Ну что ж, теперь попробуем разрезать кусок плитки от крупного формата. Так как здесь у нас обломок плитки идет на конус, то лучше взять эти щипцы. Ну а с другой стороны у нас плитка ровная и нам можно применить этот ломатель. Как вы поняли, так ломать нельзя. И у нас в наборе со столом идут такие вот зажимы, что очень эффективно. Итак, крепим плитку с двух сторон и с легкостью ломаем. Пробуем еще порезать кусок плитки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, получилось неплохо. Несмотря на то, что у нас плитка слегка перепрессована. Вот такие вот у нас идут крепления для плитки. Все очень надежно работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Щипцы для разлома плитки по диагонали. Очень нужный инструмент. И вот такой вот ломатель. Тоже себя показал с положительной стороны. Посмотрим, как работают присоски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работают отлично. И довольно-таки очень удобные. А теперь распустим 6-миллиметровую плитку. Длина которого составляет 2,60. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Да, а вот так делать я не советую. Держать плитку нужно двумя руками. Или ломать надо над столом, чтобы плитка не упала. В моем случае плитка фактурная. И присоска не удержала. Попробуем еще одну распустить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, с этой все получилось отлично. Плитку режет ровно и без проблем. Так что, кому понравилась эта система, я на всякий случай оставлю координаты на стол и плиткорез. Ссылка в описании видео. Друзья, продолжение следует. Плиткорез, а также все работы на этом столе, буду тестировать. В дальнейшем все показывать. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok